Спустя 4 года фестиваль национальных культур снова собрал в Гродно представителей разных национальностей. Форум получился масштабным. Участие в нем приняли более 800 человек из 30 национальных диаспор. С их культурой, традициями и кухней знакомили 18 подворий, которые развернулись на улицах областного центра. Свою самобытность демонстрировали русские, украинцы, евреи, поляки, армяне, грузины, цыгане, итальянцы, литовцы, греки, казахи и многие другие. На некоторых подворьях можно было увидеть и литчан, ведь литская земля стала родиной для представителей 60 национальностей. И все они живут в мире и согласии, конечно же, не забывая о своих корнях. В этом году участие в фестивале национальных культур в Гродно приняли коллективы «Крысавиации» Дворца культуры и «Крысовы Забавы» районного отдела Союза поляков на Белоруссии, локальный ансамбль «Смиричка» районной организации «Трембита» Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра» и литчанка Алия Гуцева, которая представила на фестивале «Казахскую диаспору». Однако больше всего наших земляков было на белорусском подворье. Порядка восьми коллективов представляет Литский район в этом мероприятии. И наличие, как и в роднище, как и в всей стране, я стою честно, всем национальностям и меньшинствам жить достойно, солидно. И никто не еще ни в правах, ни в каких-то моментах. Поэтому вот этот праздник показывает, что Белоруссия – это страна для людей. На белорусском подворье представили народное ремесло работники Литского районного центра культуры и народного творчества и его филиалов – отдела ремесел и традиционной культуры и Гончарского дома культуры. Здесь же можно было увидеть выступления народных коллективов «Батлейка» и «Талер» – отдела ремесел и традиционной культуры. Выходили наши земляки и на главную сцену белорусского подворья. Это был народный ансамбль народной музыки «Вудский гармоник». Коллективы представляют Центр культуры, Народного творчества, Гончарский дом культуры, отдел ремесел. Конечно же, он представляет наше белоузористое качество. Гончарский дом культуры сегодня представляет изделия из льна. И вообще мы рассказываем, как работать с сольном. «Вудский гармоник» наш будет представлять свою концертную программу на главной площадке белорусского подворья. И по улице Ажешка сегодня работает наша библиотека имени Янки Купалы. Они представят свои два мастер-класса и, конечно, свою выставку, в которой они поучаствовали на лучшую ляльку самобытную. Коллектив Лицкой районной библиотеки имени Янки Купалы из Гродно домой возвращался с наградой. Да не просто с наградой, а с наградой победителя областного конкурса самодельной куклы «Вернисаж литературных героев». В номинации «Герой сказок» он был удостоен диплома первой степени. Появилась задача создать образ куклы, какой-то персонаж литературный, сказочный. Я пришла к выводу, что проще самую знаменитую сказку взять и сделать более в крупном размере, нежели в маленьком миниатюру, которую потом трудно рассмотреть, так как это все выставляется и воспринимается намного ярче и красивее, когда она более крупная. Конечно, это сложная работа была. Участвовала не я одна, три человека у нас было. Моффа Ирина и Шор Числава Савович, ну и я. Значит, Шальперо известная сказка «Красная шапочка» и образ такой, чтобы создавать только ее одну, «Красную шапочку», было неинтересно, нужно было создать композицию. То есть это и волк, волком детей с малорезства пугают серым волком, значит. И персонаж такой известный, и хотелось немножко такой налет современности придать волку. Не просто волк буквально, а вот именно такой иллюзию, что он как человек воспринимается на уровне со сказкой, вот с «Красной шапочкой». Ну, я думаю, что у нас получилось. Три фестивальных дня собрали в Гродно почти 200 тысяч гостей. И каждый увез домой массу впечатлений, которых уж точно хватит до следующего фестиваля национальных культур, который по традиции должен собрать в городе над Неманом друзей через два года.